Добрый вечер всем еще раз! Ну что, NIP выиграли матч у серьезного коллектива, NIP действительно переживают не лучшие времена, как минимум в данном турнире, они глубоко в заднице здесь, ну немножко так голос оттуда подали. Ну и одну победу у Валканберска, Леона уже отковыряли, может быть и следующую тоже получится. NIP, я так понимаю, готовится у нас к Na'Vi, Na'Vi будут следующим матчем играть против Ниндзи в пижамах, ждем, верим, надеемся. Возвращение ого-го кого? Ну я думаю, все в принципе в теме. Висп, Бристл, Бэк, Акс и Леон для Ниндзи в пижамах, ну и Валканберска Леона ответили Шейкером, Квапой, Клокверком и Дазлом. В бане от, прошу прощения, в бане от Ниндзи имеется Мипо, боятся они В-33 на Мипо и на аватарку, посмотрите, данного румынского парня. Он уже на Мипо чудеса творил и не только против Ниндзи в пижамах, а против более именитых коллективов, которые вроде по составщику серьезнее и ничего против его Мипо сделать не могли. Ну и здесь NIP решили себя обезопасить. Outworld The Warrior для Ниндзи в пижамах и Клинц для W-33. Я думаю игра будет относительно быстрой, ну до 30 минут 100%, так и правильно нам скоро начинать стримить матч дня и наверное матч, я не знаю, матч последних трех лет это точно. Первое появление Артстайла на Дота-сцене за Нави, не просто появление Артстайла, а появление в коллективе, который ему славу принес, я думаю, на долгие годы вперед. Что, по героям давайте сразу разберемся. Хенскин забирает себе Виспа. Йонас Умфан берет себе Бристлбека. Силкит будет играть на Леоне. Эра будет на Outworld The Warrior. Фармящий Outworld The Warrior. И что там в мидлейн вообще отправляется? А Эра куда? Эра на легкую или Эра в мид? Я что-то немножко подзалип. Куда у нас Эра вообще отправится? Ну Эра по запаку вроде бы такой, как обычно мидеры у нас бывают. Но если не он, то что? Тогда Бристлбека можно в принципе с Виспом отправлять в мид? Да любого можно с Виспом отправлять в мид. Хоть Курьера с Виспом отправляй в мид. Все нормально будет. Но со стороны команды Балкан Бирскорлеона давайте по героям разберемся. И обзор берет себе Шейкера. Массакери берет Клокверка. Экзис будет играть на Квин оф Пейн. В33 на Клинце. И Даззл для Леви. Все, по расстановке лайнер сейчас увидим. Я думаю... А, Лимб, Лимб, Лимб же здесь есть. И что, неужели Лимб на Аксе будет вместе с Виспом на мидлейне стоять? А легкую линию отдадут Эрина от Волдевары. Вот бы тут посмотреть появление таких артефактов, как Мом на эру ранними. И каких-нибудь трех Нулл Талисманов и ПТ. Хотя, че трех, можно даже и четыре Нулл Талисмана тарить. Лишним не будет. Эра, скорее всего, отправится на мидлейн. Силкит уходит на нижний лайн. Будет вместе с Лимбом стоять внизу. Лимб на Аксе. Это немножко удивительно, потому что вообще номинально это мид-герой. Команда НИП. Йонасум Фан с Виспом на сложную линию. Против триплы из Шейкера, Даззла и Клинца. Сегодняшняя интрига, как я вижу в чате вопрос. Да, сегодняшняя интрига присутствует, это точно. Ну, интересно посмотреть будет на появление артстайла. Просто посмотреть действительно, лоу скилл там или хай скилл у пацана. Но есть вариант, конечно, что там вернется дно донное. Но, с другой стороны, Na'Vi тоже ради имени одного артстайла не брали бы. Команда вообще у нас очень глубоко. Где-то по скиллам. Вообще по сыгранности, по организованности, по всему. И брать точно такого же донного артстайла, если бы он действительно был донным. Ну, ради имени это, наверное, нелепо было. Ну, это разве что просто разменять вообще все имя команды на одно имя артстайла. И чуть-чуть еще где-то там денег на рекламе, на футболках с его изображением забрать. И все. А так, в принципе, если и артстайл лоу скиллный, то, я думаю, для новей это похороны. Сейчас они уже где-то одной ногой там точно стоят. Эра на мидлейне уже наполучал от Экзиста. У Эры 6 на 4 Крепстат, у Квапы 6 на 1. В общем-то, все ровно. Эра через застрал, через пассивку. В принципе, все по гайду. Квапа пока не сильно у нас страдает от Д'Варера. Хотя вроде бы любой мидер интеллектуал, стоящий против Д'Варера, вообще по факту должен терпеть. Как-то Экзист нормально себя чувствует. Выход у нас в спину к Экзисту и обзор. Фиссурой не достает, точнее, до Эры, но не закрывает Эру. Ну и все, отогнали Эру от фарма. Просто чуть-чуть времени потеряет Эра, а так, в принципе, живой-здоровый. Силкит вместе с Аксом стоит против Массакари на Клокверке. У Клока по экспириенсу тоже дела неплохо. Третий левел. Так, ну что, могут Клока у нас поймать. Маны не хватает Лимпу на Бесеркер Колл. Ну, в принципе, и так можно доковырять. Баттл Хандикер, конечно, маленького левела, но забрать тоже проблемой не будет. Как повезло Лимпу здесь, что побили его крипы. И не Силкиту достался Фёстблат, а именно Аксу. Так, он вроде не сотрудничает. Вроде он в Na'Vi. Это по вопросу сотрудничества с Artstyle'ом его знакомой. И, по-моему, он уже не присутствует в Na'Vi. Бывших менеджер. Я где-то видел его активность в Шторм Студио. В стрим студии. Не к стриму будет сказано. Массакери закрывают в лесу. Массакери опять на лоу-хп. Тут Баттл Хангер его просто выбешивает вообще. И Контр Хеликс, в принципе, от Лимпа Замакшен. И так, Шекер в это время забирает Бриста. На лоу-хп здесь еще и Леви умудрился настрелять. По хендскину забрали. Бристлбека забрали виспа. Вот такая вот неубиенная давла. Вдвоем отправляются под фонтан. У Эры по хп всего предостаточно. Эра у нас, кстати, один раз уже умер. Где-то я фраг с Эрой пропустил. Ладно, заговорился с чатом. Эра по крипам 14 на 8. У Экзиста 15 на 3. Зато у Экзиста есть еще один фраг. А у Эры ничего подобного нет. Клопа в любом случае перефармливает. На 400 у нас Аутволдеварера. Йонасон Фанн на Бристлбеке. 16 на 3. По крипстату дела, в общем-то, неплохо. Ну, опять же, еще бы они были плохо. Бриста здесь саппортит висп. У виспа есть боттл, тизер есть. Все, в принципе, Брист должен быть неубиенным. Но то, что BBC нашли против него какое-то оружие, это факт. Потому как забрали и Бриста, один раз забрали и виспан. Могут и еще забрать. Опять же, чокнутый дэмэдж вообще здесь от клинца на 5-й минуте. Даже такие толстые ребята, как Бристлбек, могут огребать здесь. Леви просто ходит рядом, собирает экспириенс. В драку пока не вступает. Но это до следующего выхода, я думаю, Шейкера сюда. Куда пошла у нас Квапа? Экзист отправился на нижний лайн. Будут пытаться забрать лимпа, как я понимаю. Берсеркер Кола нет. Так что лимп, в общем-то, сладкая цель. Здесь у Массакери чуть-чуть еще до 6-го левела. У Экзиста 6-й левел уже имеется. Чтобы выход на лимпа пошел. Батария Саут включает Массакери и просто не цепляет здесь Акса. Какой нелепейший мув. Экзист потерял триллион вообще секунд. На то, чтобы здесь потусоваться. И Девар забирает в это время у нас Шейкера. Забирает за счет ульты. У Эррой счет становится 1-0. 22 на 13 по крипам. Ну и давайте по Нетворцу глянем. На первом месте все равно лимп. Как бы его там не гнобили на лайне. И на втором месте Эра. 2500 Экзист на третьем на Квапе. И на четвертом В-33 на легкой линии. Вроде бы Брист и получает. Но Брист очень неприятный. Ну что, Леона здесь еще поймали. Будут гнать дальше лимпа под Баттлхангером Массакери. Отсюда уходит. 4-2. Би-Би-Си нашли чем отвечать. Хэнскин вместе с Йонасом Фанами. Но Сумфан дальше побежит. Леви должен забирать. Правда здесь есть Шадоу Грейв. Ну и что? Неужели Бриста здесь успеют разобрать? Разбирают. Этот Даззл вообще неприятнейший персонаж. Да, на нем было 3 стака спреев. Ну, опять же, Грейв висит. Хиль себя, убивай Даззла. Убивай всех по всей карте. В итоге Би-Би-Си много денег наковыряли в этом файте. По золоту где-то тысячи полторы сейчас будут выигрывать. По экспириенсу тоже где-то к тысяче. Подойдет их преимущество. Эра сильно накаляет Экзиста. У него тут по мане вообще беда полнейшая. Да и с руки Эра бьет посильнее. Тут просто есть чем отвечать. Квапье два раза пустил в Астрал. И дальше с руки расковыривает Квапа без маны. Еще раз в Астрал отправляет у нас Деварор свою подругу. И с руки уже 107 у нас для Эры. Ну и Квапау, который 350 маны. Ну это же позор какой-то. Это надо бежать отсюда. У Деварора есть 1500 на руках. И я боюсь, что Эра у нас в Мидас пойдет. Не лепишь из артефактов на Деварора. Но Эра этот артефакт любит. То вот вам пожалуйста. Получите все рецепт на Мидас. Левина Дазли очень сильно бит. И уходит у нас в собственный лес. Хен скину прет на руну. Ну и есть чем подсейвить теперь Бристлбека. W33. Сейчас еще один спрей. И можно Клинцу развалиться здесь. Но играется с огнем у нас Клинц. Хотя и Бристлбек тоже сильно битый. На Мидлейне у нас Драка. Могла бы начаться. Не началась. Девара разобрали на Мидлейне. Я опять профтыкал пока смотрел на W33 Бристлбека. Голова просто уже честно говоря в следующем матче тут. Толком ничего не решается. Да и в следующем матче ничего решаться по факту не будет. Ну хотя бы он будет. Повеселее и поинтереснее. У Клока есть Бутс оф Спид. Боттл. Ну что-то от Массакра есть сложное вытащил. Главное что вытащил это шестой левел. Уже сейчас седьмой с копейками в Массакре. Хукшот имеется. Осталось только дождаться его КД. У Дазла пока шестого нет. У Клинкса есть. Седьмой левел и 1500 по золоту. Есть. Тоже скорее всего пойдет в Мидас. Это шутка какая-то. Может быть. Может быть. Ябзор. Приобретает себе Транквилы. Насколько я понимаю. Нет не Транквилы. Рецепт на Солу Ринг. Приобретает себе Ябзор. Тапок имеется. Пятый левел кстати. Третья Фиссура. Можно перекрывать ее на Сумфана. Врыв у нас от Лимпа. У Лимпа уже есть Даггер. Ого-го. Грейв по Клинксу. И есть же Квилинг Блейд. Но Клинкс у нас в Инвизе просветить нечем. Зачем приходили непонятно. Ладно. Нашел на ком зло выместить. У нас Акс. Дазла расковырял голову. Лимп продолжает наваливать по всем по ком только можно. Ну и В-33 отсюда отпускает. На лоу ХП конечно. Но тем не менее. Лимп кстати. Может еще и Массакри здесь забрать. Крипов много. Агрятся на него. Можно попробовать забрать здесь. А у Флейнера команды Балкан Берскор Леона нет. Не решились. В итоге троих игроков забрали. НИП одного Леона потеряли в данном файте. По золоту заработали 1100. Ракета, ракета, ракета. Ракета по лимпу. Лимп фуловый. Ну Хэнскин конечно очень сильно огреб. Чуть было от ракеты и не скончался здесь. 16 ХП всего лишь осталось у Виспан. По золоту BBC. Что это? Как это? Почему в данном файте BBC что-то отыгрывает? Ну графики обновятся. Сейчас увидим. На лоу ХП здесь W33. Но в принципе вместе с Массакри могут забирать у нас Бриста. И отдают еще и Курьера. Как нелепо вообще все это вышло. Клин забирает Курьера. И забирает Бристлбека. На ровном месте куча денег для Балкан Берскор Леона. Сколько раз Эра? Эра третий раз уже умирает. Покупает себе Миндас. Миндас от смерти вообще не спасает. У нас Деварера. Как и в принципе голый тапок снул талисманом. Девятого левела Деваврер и почти девятого левела Экзист. Ну стоял на линии Эра неплохо. Фарму тоже у Эра относительно неплохо дела. Он в четверку входит. Если бы сейчас Экзиста не умер, то может быть и на третьей позиции находился бы. Но Эра слишком часто, вообще недопустимо часто погибает на данном герое. Клинц в это время забирает Бристлбека. Что ж вы такие мягкие на IP. Четыре раза умер Бристлбек. Этот буст для Клинца. Хотя опять же, что за буст артефактов никаких у Клинца нет. Так Эра ультит скорее всего будет у нас, как я понимаю, по W33. Агрят на себя его сразу же. Ну и даже ультить не придется. По крайней мере не Эре ультить. А Лимб ульта не жалеет. Драк у нас на руне. Я обзор Эхо Слэм проюзал. Лимб в принципе живет. Налог ЭП Лимб. Ну старается его подсейвить здесь хендскины. Может да и выхилять. Нифига себе, как сильно у нас хилит Висп. Но это не новость вообще. Экзист. Агрится здесь еще на Лимба. Даблкил. От Акса. Нашли чем ответить. Убили Шейкера. Шейкера по-моему убил здесь Висп. А двоих остальных или кого-то там Висп убил. Короче говоря, даблкил у нас от Лимба. И один фраг забрал себе Висп. По золоту и НИП должны приподняться здесь. Так Агр еще дальше нашел себе новую цель. Викед Сик уже для Акса. Вот это его бустят по Галде. Где-то команда Би-Би-Си в опасные игры играет с Аксом. Мидгейм может стать для них критичным. Там можно и не вывести будет. Сейчас у Акса появится Блэйд Мэйл. И бедняга Клинс просто будет огребать. Вряд ли в БКБ у нас W30 на ранних лвелах пойдет. Эра, быстрее отсюда бежать. И ТП-аут успевает сделать. Вот не туда Эра полетела. Вот ему под фонтан самое время бы. Немножко Эра. Лишнего себе позволил. Отправляется в Астрал от ракеты. Я так понимаю, я хотел себя засейвить. Где тычка от Клинца? Летит, не летит. Где она? Где эта огненная стрела? Нет огненной стрелы. А может и прилетит? Нет. Ну, наверное, уже не прилетит. Сломалась. Массакарин на Клокверке. Собирается выйти у нас Блэйд Мэйл. У Деварера появляется первый Аркан Орб. Наконец-то. И Эклипс будет через секунду. Вот, собственно, и Эклипс. Ну, один Мидас у Эры и все. Ну, и что это за Утл Деварер непонятно. Да, там по золоту, наверное, Эра будет нормально себя чувствовать. Но он бы мог этот Мидас, я не знаю, даже в 3-0 талисмана превратить. И уже Деварер был бы серьезным бойцом. Который с руки бы любого здесь гнобил бы без вопроса. Вакс агрит на себя здесь Леви. Леви должны успевать разобрать до его возможности дать Грейв. По кому-то Леви будут пытаться разобрать. И все, в принципе, получается. Все, Грейв не по кому не прошел. Йонасом Фан вместе с Виском через 2 секунды отсюда улетит. Улетает сюда вниз. Хендскин сильно агребает здесь вот. Клинкса и живет, и живет, и дамажит еще. Правда, в итоге забрали Бристлбека. Что ж такой мягкий Бристлбек? Как это вообще возможно? Хендскин затаился в кустах. Не вылетает. Ты что, ты серьезно, да? Виспана серьезно решил немножко продамажить Клинкса. Еще один удар бы, и Клинкс вообще бы Хендскина не заметил. Просто случайно дать стрелу. Расковыряли бы Виспа без вопросов. 16 минут, практически 16 минут сыграно. НИП 1000 по золоту, по экспириенсу они тоже впереди. BBC свое преимущество в 2000 потеряли. Бристлбек 2.5. Вангварда до сих пор у Йонаса Фана нет, и такими темпами не скоро появится. У Деварера появляется Ставфа Физодри и Ринго Фреген. Эра выходит у нас в Форстаф. Во-первых, полезен сам по себе Форстаф на Деварера. А во-вторых, полезен... С учетом присутствия Клокверка в пике команды BBC, Искогов надо будет выталкивать либо себя, либо товарищей. Есть уже Блейдмейл у Массакари. Брис пошел по обзору наваливать. Техослэм у обзора есть, но юзать вряд ли его будет тотем по Йонасу Фану. Но Йонас Фан здесь не должен останавливаться. Или должен все-таки. Скорее всего, должен. Массакари прилетает у нас на подсейфе обзора. И сейчас, скорее всего, заберут у нас Бриста. Если врыв будет в Веспа, проблемы будут большие у Веспа. Массакари влетает у нас на Силкида. Силкид, Хекс, Массакари. Тут и Хекс, в принципе, через батарея Саут все необходимое делает. Четвертый у нас батарейки от Клокверка. Так, монстркил у нас от Акса. Дальше Лим пошел разваливать. Кримзонгвард есть. Блинкдаггер есть. Всего предостаточно. Что есть с Кримзонгвард у Акса, это приятно. Вангвард от Бриста тоже, наверное, будет не лишним. Дайте Бристу забрать Тауэр. Нищий такой. Ульта пошла у нас от Эры. Ой, от Эры. От Эры не пошла ульта. Ульта у нас пошла от Квапы. Эра рассыпается. Но в итоге Бристлбек забирает Тауэр. 1300 у него на руках. Хэнскин решил его подсейвить. Хэнскин очень быстро мрет. Здесь Экзист. Улетает отсюда. И Акс очень близко. Сейчас Леви вместе с Грейвом здесь рассыпется. Даггер. И моментально по голове разобрали у нас Дазла. Массакари. Коги не самый удачный поставил. Лимб здесь и в Соло сможет подраться. Но Эхо Слэм от Ябзора. Все, что было вообще. Влили у нас в Акса. Акса убили. 14.17 на 17-й минуте. Команды просто озверино наелись в перерыве. Найпи. По золоту выигрывали 1000. Теперь 300 проигрывают. По экспириенсу с 2000. Их преимущество упало до 500. Совсем немножко... Совсем немножко по золоту остается на рецепт. Оркет Мальвеллианс у нас у Клинкса. Дальше начнет. Я думаю, здесь одного за другим забирает саппортов. Если, опять же, Виженом себя не обезопасит команда Найпи. Ну, у Висп первая жертва. Вторая жертва Леон. С Бристом и без Оркета. Разбирался у нас с W33. Что будет сейчас, непонятно. Но продолжит. Я думаю, продолжит свое темное дельце. Ван Гуард наконец-то появляется у Йонаса Фана. На 20-й минуте Бристалбек в паре с Виспом. Который его бустил, саппортил, грейдил. Все, что только можно делать, делал. Вот и, конечно, жутчайший тайминг для Йонаса Фана. Экзис тоже выходит у нас в Оркет. Два Оркета в команде. Горе для Тимы. Клинцу Мастхеф. Да, в принципе, и Квапе. Оркет. Это обязательный артефакт. Того же Дев Варера. В Сайленс бросать вообще не лишним будет. Бристалбек, Висп. Много целей. Акс. Который без Каллинг Блейда тоже сладкая цель для команды BBC. Наконец-то, может быть, у нас Бристалбек что-то заработает. Вместе с Виспом пошел на Энджетов. Тут трипл стак был. Денег немало. Врыв от Йонаса Фана. Поел, собственно, Йонаса Фан. До свидания. Ну, Висп ничего сделать не может. Силкид. Отправляет у нас в Хекс Массакари. Массакари без Форстафа. Убежать отсюда вариантов никаких. Ну, или импульта по голове. Клокверка. Забрали. Экзист. Куда Экзист выпрыгнул? Экзист у нас пошел на Силкида. Оркета еще нет. Совсем немного остается до рецепта. Но есть Соник Вейв. Просто один Скрим оф Пейнт. Соник Вейв Экзист забирает. Здесь Леона. Если ворвется, опять же. W33. Сайленс пошел по лимпу. Лимдал ОХП. И Квапа. Ой, как огреблата Квапа. Куда же ты, родная, полезла? Квапа развалилась. Акса уносит у нас с Хендскин. Сейчас Акс отрегенится и вернется. Правда, к этому моменту умер Леон. Ну, и Эра, опять же, Эра живой. Эра фуловой. Санит Эклипс под ноги Шейкера. Шейкера расковырялась. 17-19. Ноль вообще по золоту. По Экспириенсу полторы тысячи в пользу команды NIP. Врыв на Эру. Форстаф для этого был нужен. Эра сильно просядет по ХП. Ну, в принципе, остался живым. Массакре бежать дальше не будет. Это, в принципе, бессмысленно. Эра отпивается чуть-чуть. Готов драться дальше, как я понимаю. Но Эра от Клинкса должен здесь, в принципе, попадать. Форстаф не спасет у нас Деварера при любом вообще раскладе. Тут БКБ надо Девареру 100%, потому что... Или, ну, Манта Стайл куда у нас? Девареру, понятно, что бессмысленно. Да и вообще кому-нибудь в составе команды NIP Деварер... Деварер. Манта Стайл бессмысленно. Поэтому надо обезопасить себя за счет БКБ. Силкеры выталкивают у нас Эра. Сюда же прилетает Лимб. Пошел драться с Массакрой. Батареи, не батареи, все равно Лимб. Дальше за Клокверком. У Лимба через 3 секунды будет... Даггер, но у Массакрой уже далеко у нас. Клоквер, какой неугомонный. Решил ворваться здесь на... На Эру, как я понимаю. Хукшот далековато еще у нас у Массакри. Ставит, кстати, очень удачные Клокверки. Бьется об них Лимб, и Лимб отсюда уходит. Будут попытаться забрать Лимба. Блейдмейл сейчас будет у нас для Массакри. И бить его, в принципе, не вариант. А вот наплевать по нему можно. Экзист, Сониквейв, Лимба. Лимба будут забирать. Оркет уже есть на Лимбе. Ну и через Фессуру, через дэмэдж от Клоппы забирают у нас Лимба. Улетает прямо в руки. W33 у нас улетает Виск. Экзист опять сюда. И на Йонасом Фана. Ну и должны забирать здесь W33. Ну и также погибает Бристлбэк. Эта игра, я так понимаю, закончится со счетом 198 или 98-100. В принципе, как пойдет. Даггер для Клинкса. Давайте вообще по артефактам пробежимся. В команде BBC. Еул есть у Дазла. У Клинкса есть даггер. Есть Оркет оф Маливлянс. У Кваппы Оркет 1200 на руках сверху. У Клокверка есть Форстаф. Есть Блейдмейл. Ну и 900 по золоту есть для Клокверка. У Шейкера до Даггера еще 1100. Со стороны команды NIP. Ниндзи в пижамах. Бристлбэк. Сашу Яшу выходит постепенно. Осталось Блейд оф Алакрити приобрести у Силкида на Леоне. Вообще полный Галяк у Эры. Появляется Алтимейт Уорп. Есть Форстаф, Мидас и 1400 сверху. Эра выходит в Хекс. У Акса есть Кримзон Гвард. Плейдмейл. Как я понимаю, Лимб выходит в... А я даже не знаю куда. Возможно, Лимб у нас выйдет в Шиву. Потому как сильно не хватает ему маны. Сколько раз на Лимба не переключался. Постоянно, по-моему, не... Провал. У Испа есть Урн оф Шадоулс и есть Бутс оф Спид. Но ребята много времени тратят на файты. В файтах участвуют повсеместно. Поэтому выходит так, что фармить времени нет. Вот и по фарму проблемы такие. W33 забирает в это время вместе с Квапой Аутволдеварера. Хукшот у нас от Массакари. Вообще достал Йонасом Фана просто великолепно. Пока что Бристл сыпется. Но всему в свое время. Бристл сможет и ответить. Налог HP Хендскин. Еще один удар. И обзор должен забирать здесь Веспа. За Лимбом погнали. Триплкилл уже от Экзиста. Квапа догоняет здесь, я думаю, Акса. Оркет через одну секунду. Оркет. И еще и W33 здесь. Дайте же Квапе забрать этот фраг. Где ультра килл? Клинк забирает этот фраг. Ну и что, это Тим Вайп со стороны команды Би-Би-Си. 27-18. НИП поплыли. 4 тысячи по Экспириенсу Би-Би-Си. По золоту где-то к 5, когда обновятся графики. Так больше даже. Здесь 3 тысячи по золоту Би-Би-Си в этом файте. Заработали 7 тысяч по Экспе. С 4-х где-то до 11-ти, наверное, скакнет. Но должно, если математика верная. Би-Би-Си сразу же на Рошана. Нашли кому танковать здесь. Шейкер на срок утанкует. У Дворара 1500 по золоту на руках. Ultimate Orb есть. Эра, в принципе, если бы не умирал, то уже был бы достаточно близок у нас. Хотя бы к мистик-стафу. Но то, что его контрит Клинкс, это уже не обсуждается. Это факт. Айгес еще и для W33. Даже если где-то встрянет, он у нас встанет и... Я думаю, в ответ он и стреляет очень серьезно. Все какое-то такое нищее у нас на Клинксе. Камон и анкамон. Такой серьезный игрок и так слабо одет. Т2 по нижнему лайну сыпется. Глиф есть. Глиф юзать не будут, потому как Би-Би-Си может здесь и не остановиться. Может пойти на хайграунд. Маны у всех достаточно, ХП у всех достаточно. Эхо слэму Шейкера через 8 секунд. А так все ульты уже готовы. Надо только Клинксу кого-то украсть поплотнее. Съесть, я имею в виду, в лесу. И можно идти драться. Все, куча дэмэджа для Клинкса. Достаточно ХП у того же Клинкса. Можно идти смело отгрызать Т2 на мидлейне. Ну нет, он пошел у нас на перерез лимфу. Будет ли? Будет ли, не будет? Наверное, будет. Да, врыв у нас на лимфа. Сайлен сразу же по нему. И Кримзонгвард вряд ли здесь спасет у нас Акса. Акса развалился. Экзист не пожалел вообще ульту. Разобрали Акса. Кроме Акса, драться пока что у команды NIP Pro некому. Здесь, кстати, Клинкс зашел великолепно, по-моему, в составе команды Балканберск Орлеоне. Деварер у нас постепенно становится все более и более несчастным. До Хекса вроде Эрии немного. Но то, что Эру контрят соло, это факт. Т3 на мидлейне горит. В W33 есть Аегис, поэтому не страшно, можно подставляться. Под стрейфом вообще почти весь Тауэр разбили. Команда NIP даже, я не знаю, не долей дэмэджа не ответила команде Балканберск Орлеоне. И опять же, это все соло Клинкс делает. Подошел, захотел Тауэра халявного, не получилось. Ну и бежать отсюда W33 в принципе, скорее всего, теряет Аегис. Хотя нет, делает Аеги Раут и уходит отсюда. Уходит на 20 хп отсюда. Клинкс, есть ульта, надо просто съесть скрипа и можно будет файтиться. Вот Голем тут отличная цель. Нет, пойдет дальше. Пойдет дальше, здесь кто-то повкуснее, я так понимаю. Да, 1100 хп у нас у тролля. Ну и вот вам плюс 900 хп для Клинкса на ровном месте. Пойдет дальше. У эры 3700 на руках. В принципе, где-то хекс уже, да? Вот он хекс для Адварера. Эра 17 левела. Что там у квапы? Квапа 17 почти 18, Клинкс тоже 17 почти 18. Но я думал, ребята повыше где-то левелами. Потому что это по экспириенсу-то они 10 с лишним ведут, по золоту тоже 10 с лишним. Но тут проблема в провальных саппортах. Проблема 10 с лишним. Дичайшая. У Леона 10 левел, у Виспа 11 левел. Вот и Висп. 2-3 удара, Висп здесь развалится. Хекс пошел по Клинксу. Хэндскину один удар и он был умер. Ну переключается у нас W33. Немножко подальше. Хэндскин на лоу хп не выживает. Массакер его забирает. Поконя дальше заинусом Фаном и Эрой. Эру развалили. Убили также со стороны команды Балканберс Корлеона уже здесь. Квапу убили Дазла. И дальше идет вагоня за Клинксом. А Эгис до сих пор у нас не выбили у Клинкса. Агр от Лимпа. Ну это такой агр. Развод на дурачка. W33, понятное дело, изменил направление своего движения. И избежал у нас потери Аэгиса. Хотя Аэгису-то немного осталось здесь. W33 все ищет и ищет новые жертвы. А Эгис уже потерян. Просто так подставляться Клинксу не стоит. Кстати, гема ни у кого нет до сих пор не позволила себя. Команда НИП что-то подобное приобрести. Вижен кое-какой есть. Здесь варды поставлены. Кстати, сентриков-то я не вижу. Вот один сентрик на мидлейне только. Я на сам фан осмелел, пошел пушить линию. 3-100 у него на руках. Сенжин Яша есть. Вангвард есть. На 32-й минуте мало. Очень мало. Экзис на Аквапе. Уже есть Аганим. Альтимейт Орб тоже для Аквапы имеется. У Клинкса после Кристаллиса появляются практически... Да, все артефакты на БКБ появляются. Осталось только накопить на рецепт. У Дазла мы видели. У Дазла Юл, Пойнт Бустер. И Ставфа Физодрит. Дазл готовится выйти в Аганим. В коем-то веке такие артефакты собираются у нас на Дазла. Обычно ребята за чертой бедности. Ну, 7-600. Нетворс на Дазла. Можно себе позволить. Честно говоря, мне кажется, эта игра примерно переходит в ту стадию, когда все решит один какой-то файт. Сейчас последний Т2 здесь упадет со стороны команды НЭП. Ну и больше я, конечно, здесь за Балканберг Скорлеоне. Не болею, а больше мне видится победа здесь в Би-Би-Си. В данном матче. Потому как Клинкс пока что непонятно, чем контрим из БКБ. Агар, не агар. Тут в Астрал его не отправишь. Ульту никакую в него не проезжать. Ну, разве что Каллинг Блейк. Попробуй сбей ему ХП. Еще и купит себе какой-то Аджор. При том, что стрелы у нас давным-давно физдэмэдж дают. И все. Пиши пропало. 1300. По золоту уже есть. Вот, собственно, все. Все. Готов БКБ у нас для Клинкса. Можно идти пушить. Хекс от Девара становится бесполезным. Разве что Квапу отправлять в него. У Квапу самой Хекс еще не появляется. У Квапы пока только 1200 на руках. И Ultimate Orb есть в Итембилде. У Ябзора есть Даггер. Больше пока интересного ничего. У Дазла до Аганима совсем немного. 470 остается. Ну, у Массакри уже есть Аганим. Есть Блэйд Мейл. Ну, и Форстаф также имеется. Команда НИП, я думаю, своего звездного часа ждет. Они все думают, что Би-Би-Си подставится. Есть такая вероятность. Могут подставиться. Что W33 бежит у нас от Йонаса Фана Массакри. Какой хитрый, а? Стал и стоит. Видит он здесь с Йонасом Фана. Быстрее отсюда бежать. А, Ксагар на себя Массакри. Просто так отдали Клокверка. Вы не хотите закончить эту игру, что ли? Би-Би-Си. Что происходит? БКБ для W33 есть уже Кристалис. Есть Оркет. Даггер всего, в принципе, предостаточно. На 3-4 минуте не так уж и плохо. Но по Нетворцу он на втором месте. На первом Акс. А так по Аксу особенно и не скажешь. На нижней лайн врывается у нас Акс. И быстрее отсюда Блинкаут Экзист. Бежать. Ну и как же удачно Лимб у нас прыгнул. Нашел Квапу. Квапу развалили. Еще камбэка здесь в этом матче не хватало. Хотя что Ниппом бы поднять моральный дух свой, чтобы нормально, серьезно выступать против Нави. Я, в общем-то, и не против. Матч-то все равно у нас раньше не начнется, потому что у нас те самые Ниппы против Нави здесь и в данном турнире играют. Только Нипп освободятся. Сразу же, я думаю, переключимся на Нави. Ну там плюс-минус 5-10 минут. Эра вроде бы и сыпется от W-33, но здесь приходит Лимб и бежать отсюда Клинкс. БКБ и быстрее, быстрее, быстрее валить. Половый Клинк заканчивается. Понимаю, действие Деспакта здесь был. Кого тут убили? Да вообще, это игра нон-стоп вообще по файтам. 34-25, непонятно куда переключаться. Я и правда скоро сейчас, скоро сейчас. Я и правда сейчас психану на автоматическую камеру, поставлю, чтобы камера сама показывала, где у нас файты происходят. И тогда ничего не буду пропускать. Если буду пропускать, то буду ссылаться, мол, я вообще, камера виновата. Конечно, камера виновата, что я... Не все успеваю видеть. Массакри. Блэйд Мейл Аганим. Что-то, наверное, появилось или нет? Или как? Было же больше денег. Куда ты их делал? У лимба все-таки Шива появляется. Да, прочитал я данную игру. Лимб не Керасу, а Шиву покупает. Ну, проседает по манилу. Сакс. Действительно, как не переключусь на нее постоянно без маны. Да и вообще, как-то слоуить того же Клинкса надо. Все-таки под стрейфом слишком мощно у нас Клинкс наваливать. Тем более в лейте. Думаю, еще какая-нибудь бабочка, когда появится, Клинкс вообще будет как из пулемета строчить у нас. Но это губительно для любой из сторон, для любого из героев. Тут всей команды не побезопаситься бы от такой скорости атаки. Ну, факту это, конечно, невозможно. Единственный, кто может себе позволить, это Акс. Фарм он на первом месте. Бристлбэк на третью позицию у нас вышел по фарму. 3200 уже на руках есть у Йонусом Фана. БКБ приобрел себе. Сенжин Яша есть, Вангвард есть. Квапа становится немного, но все-таки бесполезной. В пятером команда NIP на мидлейне, а вот Би-Би-Си почему-то гуляют по собственному лесу. В драке пока не ввязываются, но они проседают теперь по золоту. С 11 тысяч до 4 всего лишь преимущество. Уменьшилось и по экспириенцию. С 11 тысяч до 3. Это, конечно, неприятное явление, но останавливаться, по-моему, себе дороже, останавливаться против Ниппов. Здесь набирает обороты Деварер. Уже появляется плейтмейл. Я думаю, что Деварер у нас... Хотя, скорее всего, да, Эра тоже у нас выйдет в шиву. Кераса тоже была бы не лишней для Деварера. Все-таки скорость атаки всегда полезна. Тем не менее. Хотя я видел, кстати, неоднократно на Деварера собирался Мьелнир. Но это при удачной перефарме, при серьезном... Постоянно серьезном потоке денег для Деварера. W33 с Аэгисом собрался его разменивать. Лимб врывается в пустоту, кричит на нее и уходит обиженный. Но никуда Клинкс не девается. Кстати, Деспакт проюзать бы. Хоть кого-то бы съесть у нас Клинксу. Отправляется W33. Нет, не отправляется. Тусует здесь. Ну, съешь хотя бы просто крепа с линии. Нет, сейчас появится кто-то. И все, и можно будет пушить команде Балканберс Корлеона. Сам себе заблочил спаун или мне показалось? Клинкс сам себе заблочил спаун. На 56 секунде, там на 57 секунде заглянул у нас... ...на спаун и прошляпил его. ...барак с трех ударов здесь практически рассыпается. Феноменальная вообще реакция от Клинкса. Только врывается Лимб, сразу же у нас Даггера уделает Клинкс. Я так понимаю, райд кликом кликает на Тауэр... ...и уже прожимает здесь Даггер. Ждет просто, чтобы кликнуть по местности. Команда BBC не должна отсюда уходить. Надо давить. Есть Эггис, его нужно разменивать. 3200 на руках у Клинкса. Сайленс пошел по Лимбу и... ...быстрее Даггера вот отсюда W33. Липа, кстати, могут и забрать. У Экзиста есть Соник Вейв, пока не врывается. Врывается Массакри Соник Вейв. По троим эхо слэм от Ябзора. Вот это прилетело счастье на голову команды NIP. Эра под Сайленсом. Может здесь выжить, в принципе, Эра? Нет, не выживает. Ну и что? W33 вместе с Экзистом. Вообще расковыряли четверых игроков команды NIP. Тут Массакри шикарнейшим образом ворвался. Точно так же шикарно ворвался у нас и обзор. Минус 4 сделали. Байбэк от Эры. Эра пока бегает за всеми. Леви старается сделать отсюда ТП-аут. И, скорее всего, у него получится. Нет, не получается. Остается у нас здесь Леви. Но Экзист. Дальше за Деварером Эра. После байбэка погибает еще раз. И умирает здесь Бристлбэк. Байбэк от Йонусом Фана. У Акса нет байбэка, как я понимаю. Да, нет. Не хватает 20 монет до байбэка. Какой же позор. Как сильно не повезло здесь Аксу. Через 12 секунд будет байбэк. Но к этому времени байбэк может быть уже бессмысленно делать. Врыв у нас еще. Один от Массакри. Ну и Акс тут соло ничего, наверное, не сделает. Байбэк есть. Команда BBC не будет отсюда уходить? Наверное, не будет. А почему уходить? И обзор на нижнем лайне. W33 на нижнем лайне. Под стрейфом классно валят. 5000 есть уже. Для W33 два лайна должны снести здесь. Игроки команды Балканберс Корлеоне. А Эггис еще не потерялся у нас у Клейнса. Через секунду все. А Эггис разваливается. Не подумайте, я за таймингом не слежу. Я увидел. Врыв у нас пошел от Клейнса. БКБ есть. Пошел наваливать по Виспу. Крит не прошел. Дальше за Леоном. Два удара по Леону. Леон умирает. Леон отваливается. И теперь Виспу достанется. Еще один Крит. Просто под фонтан у нас врывается Клейнса. Это действительно гадлайк. Это что-то великолепное. Сразу же хилинг селф. Дальше драться. Просто обычными бутылками отбивается. У нас W33. Но румынский уникум у нас чудеса вообще сотворил. От команды BBC. Тянули, тянули. Ну и такое яркое окончание этого матча. Матч заканчивается в ничью. Все рарки, все, что вы там могли ставить, возвращается вам назад. Это ничья. 1-1. Заканчивается данный Best of 2. И мы переключаемся на матч между командами Na'Vi и N.I.P. Конечно же, там Na'Vi надо было так сказать. Вот. Возвращаемся к тому, с чего Na'Vi начинали. Свой вообще великолепный, феноменальный взлет за последние 4 года. Это к присутствию ArtStyla в составе команды Na'Vi. Пока что я перезапущу стрим. Не выключайтесь. Как только-только все перезапустится. Побыстренько. Чтобы у нас ничего не тормозило, ничего у нас не лагало и не отвлекало трансляции. Сразу же вернемся к матчу Na'Vi против N.I.P. Зовите друзей и знакомых. Всех-всех-всех. Спамьте. Ретранслируйте все, что у нас в группе ВКонтакте. Собираем как можно больше народу. У нас серьезная пати. Я буду за пультом крутить пластинки. До скорой встречи. Через 2-3 минуты. Редактор субтитров А.Семкин